Сегодня мы поговорим о Пуриме, мы пытаемся понять одну, может быть, самую такую основную идею Пурима. Я пытаюсь всегда, когда идет речь о празднике, понять его суть, не детали, а суть. И вот когда мы сейчас говорим о сути этого праздника, мы, если мы уже говорим о продвинутое занятие, поэтому мне нужно обязательно знать, читали ли вы все Магилат Эстер. То есть, когда я буду вам говорить, вы знаете, о чем идет речь, правда? То есть, Магилат Эстер нужно знать хорошо, не так ее пролистать, а так знать ее хорошо, и тогда вы поймете многие вещи. Ну, хорошо, если вы знаете, тогда давайте начнем с такого вопроса. Вот Мурдыхай услышал, что Аман собирается уничтожить весь еврейский народ, и он вынес это решение на 14-го адара. А мы находимся сейчас с вами, как бы в истории Магилат Эстер, мы находимся во время Песоха. То есть, у нас есть примерно год до того, как этот указ должен быть выполнен. Год, потому что это был год высокосный, а в высокосный год, имеется в виду, добавляют еще один месяц в визаевском календаре. И этот, у него год. И сейчас ему нужно отменить этот указ. И вот он говорит Эстер, что по некоторым источникам она была его женой, Мурдыхая. Он ей говорит, иди сейчас и попроси у царя, чтобы он отменил этот приказ. Эстер была жена. Жена Мурдыхая, да. Иди сейчас и отмени этот приказ. Она ему отвечает. Вы помните, кстати, мне интересно, просто я хочу узнать, насколько это вы... Что она ему ответила? Кто-то помнит? Нужно читать хорошо, понимаете, эти вещи, чтобы в них разбираться. Я на меня не вызвал, как я могу его поднять? Пример, да, пример. Нет, вы об этой ситуации спрашиваете. Да, да, да. Именно так. Да, да. Что положено на себя хорошо. Да, да, да. Она ему говорит, 30 дней у меня не звал к себе. А что это значит? Значит, это значит, что еще пару дней он меня позовет к себе. Прошло 30 дней, еще 2 дня, 3 дня, когда-нибудь он позовет меня к себе. И тогда я с ним поговорю и попрошу у него за еврейский народ. А если он меня не позовет к себе через 2-3 дня, то значит он меня больше не хочет. А у него там было такое место, куда если кто-то заходил без приглашения, того сразу же убивали. И только он мог остановить, да, но закон один, его убивали. И вот он говорит, если он меня больше не любит, он меня не хочет по какой-то причине, то для него это будет прекрасный случай, что когда я зайду, и меня убьют. Как он убил свою предыдущую жену, ваште, так он убьет меня. Поэтому нет смысла сейчас рисковать. Давай подождем пару дней, и вот тогда мы будем знать, что нужно делать. Это то, что я ему ответила. И Мурдыхай ей говорит в ответ, ты предательница. И чтобы ты знала, что если ты собираешься спрятаться в этом дворце царя, то знай, что евреи будут спасены из другого места, но ты и твои все предки погибнут. Понятно? Это такой диалог. Теперь я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, почему Мурдыхай готов рисковать жизнью своей дочери или своей жены? То есть, из мнения, что она была его дочерью, то есть, он ее был опекуном, но это имеется в виду, что ее родители умерли, когда она родилась, и он ее вырастил. Вопрос о внимании народа. Что, что? Вопрос о внимании народа? Нет, еще раз, слушайте. Идет речь, что приказ будет исполнен через год. Она говорит, давай подождем три дня. А он готов принести ее в жертву за эти три дня. Почему? Он был главой, ну не главой, а главой. Он что-то знал, может быть, текст. Понятно, я вот это хочу попытаться. Ну понятно, понятно. То есть, не то, что он был нетерпелимым? Конечно, конечно. Ну, может быть, из-за того, что если подождали бы несколько дней, тогда бы это показало, то, что евреи как будто надеются на этот мир, не на Всевышний мир. А какого числа за ее уровень был? Это было 10-го Ниссана. То есть, не связано с партнерами? Понятный вопрос, да? То есть, трудно будет вам, вы не сможете найти ответ. Нет ответа на этот вопрос логического, то есть рационального, простого. Поэтому я вам его задаю, просто чтобы вы понимали, что мы сейчас будем говорить о чем-то, что нет ему простого рационального объяснения. Только если мы поймем глубины Торы, тогда мы поймем ответ на этот вопрос. Итак, для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что все действующие лица в свитке СТР – это идеи, это не люди. А как мы это знаем? Вот об этом написано в Гморе, в трактате Хулин, на 139-й странице, написано, что и Мурдыхай, и Эстер, и Аман – это идеи, которые существовали в мире до того, как эти люди родились. Любая идея существует в мире всегда, но тут мы говорим, Эстер была живым человеком, Мурдыхай был живой человек, его можно было потрогать, да? То есть, это был реальный человек. Но на самом деле это была идея, которую Мурдыхай, и Эстер, и Аман проявляют в этом мире. До их, правда? До их существования, да, верно. Но Аман не похоже на… То есть, условно говоря, у нас были какие-то вообще незнакомые нам люди, которые, ну, выполняли идеи Амана и Эстер и всех таких, или эти идеи и называются Аман Эстер? Да, эти идеи и называются Аман Эстер Мурдыхай, верно. А, это ролик, который актеры должны играть? Да, верно, верно. Но они проявляются в этом мире также в реальных людях. Это может быть сейчас? Роль не может быть без актера? Может быть. Может быть. Нет, они проявляют, могут сейчас, да. Да. Понятно, правда? Это хороший вопрос, то, что вы задали. Роли не могут быть без актеров. Ну, могут. Как? Каким образом? Как? Гамлет, он существует даже, когда нет актеров. Нет. Вот сейчас придет там Смоктуновский и его будет играть. Ну, а Смоктуновский – это актер. Роль не может проявить себя просто так. О, совершенно верно, да. Но роль существует. Роль существует, я с этим не использую. Вот, 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 об этом идет речь. Это все роли, которые действующие лица – это роль, верно. Для того, чтобы роль проявилась, нужно актера это проявить. Да, вот, 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 верно, точно. Понятно, да, эта ситуация? Прекрасно. Теперь. Эммм. И вот. Эммм. Мордехай говорит. Эстер, знай, что ты. Что Всевышний проявляется в этом мире также через действующих лиц. Не только эти действующие лица, но также и Всевышний проявляется в нашем мире при помощи этого мира. То есть наш мир – это тоже его проявление, Творца. И вот сейчас весь вопрос, как он проявляется. Мудрецы наши называют это обличием или одеждой Творца. Наш мир является одеждой, проявлением, обличием Творца. Если это обличие, если его проявление хорошее, красивое, доброе, нравственное, честное, так мы прославляем Творца. А если он проявляется как джихада ислами, или как фашисты, нацисты, или как проявляется там еще какая-нибудь нечисть, то это плохие одежды Творца. И все, что мы делаем здесь, в этом мире, мы пытаемся проявить его в хороших одеждах. Понимаете, подумайте о самом себе. Вы, каждый, многие люди, я знаю, большинство, кто об этом не думает, они себя отождествляют самим собой. Вы думаете, вот вы и я, я такой-то, и я такой-то, да? Но ведь вы можете себе представить себя в другой совершенной ситуации, что вы проявляете совершенно по-другому. Ну что значит совершенно по-другому? То, что вы сейчас сидите здесь, это совершенно по-другому, чем то, что вы могли себе подумать 5 лет назад. Это есть совершенно по-другому. Могли подумать или думали? Думали. то есть то есть вы сейчас просто сделали главный переход но если сделаете скачок назад пять лет ему назад и увидите себя сейчас то это два разных человека как так что что-то я не очень понимаю что вы сказали еще раз как говорится хочешь размешить всевышнего раз а выражение будь уверен в своих планах мы тоже проявляемся в разных ликах и вы можете проявиться в качестве хорошего доброго человека а может и нет это все зависит от вас хотя то есть вы вы захотите то есть это какая это выбор это зависит от самого мира от нас как же всевышний себя здесь проявит и вот то что мурдыхай понял когда был объявлен приказ об уничтожении евреев он понял что изменилось как бы проявление творца творец сейчас проявляет себя в этом мире в качестве стандартен группер фюрера сс которого зовут аман и это катастрофа или шоа или там полокост потому что если вы посмотрите на историю еврейскую то вы увидите что первый случай во всей истории который был когда-либо что хотели уничтожить евреев планомерно то есть окончательное решение то что называлось это было шушана пера вот это в истории мигелат эстер это был первый раз в истории человечества первый и последний до того как пришел гитлер но я это вот эта история сама на амалек амалек да да это было это можно было да да это была война много воин было в этом мире да верно он был первый верно но это была война может тогда понять не было нигде не сказано что был у него планомерное уничтожить то есть планы планомерного уничтожения такого еврейского народа пошла война пошли один народ пошел воевать с другим а здесь шла речь о том что он ламер планомерно собирался уничтожить всех евреев от малого до старца детей женщин всех без исключения да что вы видите если сейчас проявляется плохая одежда творца который зависит от наших действий почему так мало описывается что дело близкий народ что творец один такой не описывается особо что это да да если такое страшное да 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 очень хороший вопрос да 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 этот вопрос который вы сейчас задали этот вопрос который задается в гморе мара спрашивают а что они такого сделали да правда хорошего смотрите этот же вопрос связан также например может был можно было бы его задать из холокостом и конечно мы ничего не знаем и не понимаем у нас это нет всего то есть этого решения мы не можем это было потому что так то и так то так ты так то мы не можем этого сказать но мы можем сказать одну вещь однозначно если бы не было холокоста то больше бы евреев пропала в этом мире чем 6 миллионов а как они бы просто ассимилировались это шла очень большая ассимиляция евреев во всем мире и в германии в россии в европе во всем мире шла массовая ассимиляция евреи просто уходили я не говорю что поэтому произошел холокост но то что и но то что было бы хуже это бессомненно и они могли приехать без израиль построить здесь свое государство и они этого не сделали и подобная ситуация существовала тогда сузах то есть это шушана бера в персии наши мудрецы рассказывают что хашвирож из помните начало этой мегинаты стер она начинается с чего спира вы помните это как начинается пир помните все это описывается шикарное такое и вот наши мудрецы говорят а в честь чего был пир что они там праздновали и знаете что за ответ они праздновали победу над еврейским народом потому что было при было такое пророчество что после падения храма если пройдет 70 лет и он не будет отстроен заново то все больше не будет и от этому восстановление его никогда в жизни никогда в мире и вот прошло 70 лет и ничего не произошло храм не построен заново и и вот в честь этого события ахашвирож устраивает такое такой огромный пир и приглашает на этот пир кого евреев евреи пришли на этот пир хотя не их не заставляли и дает им на этом пире пиру и кошерную пищу кошерное вино все все хорошо вас ничего никто не заставляет но результат это будет каков и да и он и он вынимает и там сказано что он пользовался всевозможными всевозможной утвари да а те то что зовут и 2 храма и он сам надел одежды первосвященника и он из этого сделал там какой пир евреи хлопали ему это то есть это было предательство это было понятно что это будет последний последний этап пока пока евреи просто ассимилируются и пропадут с лица земли то есть ахашвир этот аман он просто хотел воплотить быстро то что евреи хотели сделать медленно вот чем была проблема и поэтому мурдыхай говорит эстер ты пойми что если ты сейчас туда не пойдешь то будет еще три дня когда всевышний проявляет себя в в одеждах эсс и поэтому нужно сделать все чтобы это остановить и вот это то что он имел ввиду когда он сказал ты твои предки погибнут сейчас я объясню что это имеется ввиду доска да если можно сейчас делаем так быстро паузу давайте смотрите есть мурдыхай эстер аман еда одежда голос творца этому соответствует адам хаван змей перстань вот дерево 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 позвонили там же у них тоже одежда и там же так же голос творца помните там на все лишние и поставил, там было связано с едой, он им сделал одежды, и там же там был голос, с ним разговаривал. Та же история происходит с Шаулем. Шауль, народ, агадь, еда, одежда там и голос. Та же история произошла, если вы помните, когда Шауль должен был убить царя Агага, что он был Амалек, Амалек, он был, Аман, это был его потомком, Аман, он потомок Агага, там было связано с едой, что они хотели взять животных Амалекеем, там он порвал одежду у Шмуэля, и там же сам Шмуэль, он был на Ви, он был голос, этот пророком. И оказывается, что Эстер, она правнучка Шауля. на самом-то деле это история, которая идет из со времена творения человека. Это не просто там Адам или Мурдыхай, или там Шауль. Это идеи, которые проявляются в нашей истории. и вот для того, чтобы эти идеи проявлялись так, как мы считаем, что это правильно, чтобы не проявлялись, в соответствии с желанием творца. Для этого нужно было ей рисковать своей жизнью и отдать все. для того, чтобы творец проявился в этом мире правильно. А сейчас для того, чтобы это заключение всего, что я вам сейчас сказал, подумайте о нашей жизни, о своей жизни, как мы здесь живем. зачем все, что мы делаем, зачем это все? Зачем нам нужно быть хорошими, добрыми, почему не быть крутыми и там с кадиллаками, и там и мечтать о том, чтобы просто, чтобы хорошо пожить. Почему? Зачем быть добрым, хорошим? А все дело в том, как ты проявляешь свою душу, кто ты такой, а ты такой, как ты проявляешь. Это не просто он сказал, да, проявится как нацист. это не просто техническая такая вещь, это вещь по сути, все, что мы делаем в нашей жизни, мы это делаем на самом деле, для того, чтобы проявить мир как что-то хорошее, не как место, где человек человеку волк. мир как вещь хорошая. Вот этим мы здесь и занимаемся. Мы хотим, чтобы было много добра в мире, чтобы доказать, что мир хороший. А есть люди, которые хотят доказать, что мир плохой. И вот с ними мы и боремся. Гитов. Редактор субтитров